Это заболевание, характеризующееся поражением стенки артерии с последующим образованием атеросклеротической бляшки. Оно опасно степенью нарушения кровоснабжения жизненно важных органов. Если это поражение сосудов головного мозга, это инсульт. Если сосудов сердца, инфаркт миокарда. Если артерии нижних конечностей, то это может привести к гангрене нижних конечностей. Есть много разных факторов риска. Их можно условно разделить на постоянные и переменные. К постоянным факторам риска относятся. Пол. Мужчины болеют чаще. Возраст. С возрастом заболевание прогрессирует. И врожденная патология. Переменные факторы. Это гипертоническая болезнь. Курение. Ожирение. Ожирение. И диабет. Но диабет. Болезнь такая практически неизлечимая. И ее ставят как бы посредине между этими двумя заболеваниями. Симптомы могут быть разнообразными. И зависят от того, какой орган поражен нарушением кровоснабжения в большую степень. Если это поражение артерии нижних конечностей, то появляются боли при быстрой ходьбе, потом при медленной. В дальнейшем совсем нарушение кровообращения может перейти в гангрену конечности. Вовремя начатое обследование, диагностика и лечение может сделать человека практически здоровым. Но нужно постоянный прием препаратов, которые бы снижали холестерин. Для этого существует лабораторная диагностика, выбор дозы и время продолжительности лечения. Так что у нас есть много препаратов в арсенале этого лечения. Плюс диез. Выявление атеросклероза на ранних этапах заболевания позволяет контролировать липидный обмен и степень отложения холестерина в сосудах. Коррекция лечения позволяет добиться отсутствия длительной стойкой ремиссии. И не будет прогресса. То есть человек будет практически здоровым. Но мы не можем обещать вечную молодость больше 100 лет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова